Добрый вечер! Вас приветствует Ахьярская студия телерадиовещания. Выпуск новостей. Последние события из жизни района в материалах наших корреспондентов. В студии с вами я, Фаниля Баширова. Выступая перед многочисленной толпой горожан, руководители горно-обогатительного комбината старались быть краткими. Все-таки сегодня профессиональный праздник – День Металлурга. Поэтому рассказали только об основных достижениях предприятия за последний год. А потом предложили переходить к веселью. Приветствую Металлургов Буребая, главные лица района отметили, что они ценят и уважают этот нелегкий труд. Ведь именно металлургия создает базу для устойчивого роста других отраслей экономики, предприятий тяжелой и легкой промышленности. Наша съемочная группа побывала на празднике металлургов. Плюс 26. Для района настоящее пекло. Прохожие мечтают о холодном душе. Им только кажется, что они знают о жаре и все. Просто они не были в так называемом «горячем цехе», там, где работают металлурги. Настоящий металлург немногословен и даже застенчив. Стесняется видеокамера. Зато он точно знает, в чем его сила. Женщин-соливаров не бывает, работа тяжелая. Но без них на производстве не обойтись. Слабая половина человечества успешно освоила здесь другие профессии. И занимает почетное место на доске почета металлургов. Выплавка металлов – необходимый составляющий элемент сложной цепи различных промышленных работ. Без него не может обойтись ни одно ведущее предприятие современной экономики. Так что сегодня металлурги с оптимизмом смотрят в будущее. Сегодня Буребаевский горно-обогатительный комбинат – это промышленный комплекс с развитой инфраструктурой, в состав которого входят крупные производственные участки. Работая в составе Уральской горно-металлургической компании, Буребаевский город успешно решает социально-экономические задачи, эффективно использует имеющиеся ресурсы. Но главная гордость, ценность, а также потенциал дальнейшего развития комбината – это его работники, высококвалифицированные сотрудники, которые отдали своему делу многие годы жизни. Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем Металлурга. Экономику района сегодня трудно представить без освоения медно-колчатанных месторождений, развития цветной металлургии. Являясь важной частью основы промышленного потенциала Башкортостана и России, горнодобывающие предприятия района сегодня успешно осваивают новые месторождения, реализуют инвестиционные проекты, активно модернизируют производство и внедряют ресурсы, сберегающие технологии. Металлургия вносит значительный вклад в развитие экономики и социальной сферы республики. Наша страна всегда была богата природными ресурсами. Искусство извлекать металл из руды появилось очень давно. А вслед за этим появилась и металлургия как целая отрасль. День Металлурга – это день, к празднованию которого присоединяются люди разных профессий, от целевара до руководителей металлургического предприятия. Все те, кто причастен к процессу выплавки металла, начиная от добычи руды до выплавки и обработки готового изделия. Лучшие из них были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами. Во время праздника члены районной организации «Молодая гвардия» провели анкетирование среди присутствующих гостей. Мы члены Молодежного парламента, поддерживаем инициативу Молодежного парламента, во Всероссийском народном фронте проводим анкетирование. Создается народная программа на прилежащие 5 лет. И поэтому мы делаем анкетирование. Раз не поет, точнее, артист. Открываем оставшиеся три проблемы населенного пункта, точнее, у любая, какие есть проблемы. Это я до начала спою, чтобы напомнить о себе что-нибудь. Говорить, какие есть проблемы, пути и решения. Также проводим опрос, какие проблемы есть по всей России, как их можно решить. Все это отправляется в центр, где будет обрабатываться и создаваться общенародная программа. После окончания торжественной части со сцены всех, кто посвятил свою жизнь работе на металлургическом производстве, поздравляли гости из Москвы. Зрители каждое выступление сопровождали бурными аплодисментами. Завершающим аккордом грандиозного праздника в честь Дня Металлурга стали спортивные мероприятия и фейерверк. Фаниля Башир Вагульнадзик Шугова, Вильдан Алчинов, Рустамин Монголов, Служба новостей. Районная и общественная организация Башкирско-регионального общества Российский союз ветеранов Афганистана отметила свое 20-летие. На мероприятии, приуроченной этой дате, приняли участие глава администрации района Рустам Хайрулин, председатель союза ветеранов Афганистана по республике Башкорстан Сергей Пахомов, а также лидеры организации городов и районов Башкир и Оренбургской области. Афганистан, Таджикистан, Чечня. Все, для кого эти слова больше, чем географическое название, традиционно собираются на мете. Чтобы почтить память погибших товарищей. Но на этот раз участники Афганской войны, родственники погибших солдатов, собрались по другому случаю. 20 лет исполнилась организация воинов-интернационалистов. Юбилейное торжество началось в парке памяти с митингом и изложением цветов у памятника военнослужащим. Война в Афганистане самая долгая из локальных войн. Она стоила в стране 15 тысяч убитых и более 60 покалеченных инвалидов. Афганистан оставил рубец на сердце нашей страны. Мы с вами каждый год вспоминаем погибших молодых солдат и офицеров Советской Армии. Дорогие друзья, за 20 лет существования районной общественной организации Хайбурнского отделения «Союз ветеранов Афганистана» сделано немало. Это и активная работа в сфере социальной защиты и реабилитации ветеранов, локальных войн и военных конфликтов. Оказание помощи семьям погибших военнослужащих – принципиальная и последовательная линия на увековечивание памяти погибших воинов-интернационалистов. На протяжении всех 20 лет организация не просто существует, а плодотворно работает, отметил Гава администрация района. Передавая эстафету по военно-патриотическому воспитанию молодежи именно им, участник Великой Отечественной войны Идрис Тюляшев выразил надежду, что афганцы и в дальнейшем с достоинством будут вести эту работу и сумеют воспитать юных патриотов Родины. В течение 20 лет работа велась в основном по направлению это увековечивание памяти, оказание помощи родителям погибших воинов. Много работ проводилось по военно-патриотическому воспитанию молодежи, это встречи во школах со студентами, проводили соревнования в честь памяти погибших воинов-интернационалистов, ежегодно проводится, это уже традиционно, футбол, мини-футбол и волейбол. В целом, надо сказать, что наша организация работает в взаимодействии с другими общественными организациями, это и ДОСАВ, это ветераны войны, это и участники локальных войн, это же и ветераны-пограничники, ветераны-десантники, танкисты и другие рода войск. Когда они создавались, тогда еще не было нормальной, существенной поддержки ни родителям погибших, ни инвалидам. Тогда люди были как-то, свой долг отдали и остались за бортом. И для чего и создавались эти организации афганцев, для оказания помощи своим ребятам, кто получил увечья, инвалидности, и для оказания помощи родителям погибших, кто потеряли своих детей в Афганистане. И когда уже прошел Афганистан, люди понимали, что та школа, которую давали здесь по подготовке ребят в карме, ее недостаточно было. И поэтому начали создаваться вот эти клубы, клубы юных десантов и пограничников, где ребята также занимались подготовкой ребят в карме. Вот, и поэтому я считаю так, что вот эти 20 лет, которые Афганцева сегодня отмечает, если взять более подробно, это все-таки уже большой склад того, что они есть. Это и спасенные, это жизни, что ребята остались живы, благодаря какому-то уже полученному опыту. Это забота о семьях погибших, инвалидах. Их имена приносят ветром, печальным ветром той войны. Война в Афганистане коснулась 120 хайбурнских семей. Каждая из них не перестает помнить своих родных и сыновей. Погиб сын у нас в 81-м году, и вот 30 лет в этом году будет уже, как 14 августа. Плохо, конечно, и хорошо, что войска вывели. Войска вывели, Чечню развели. Где хорошо, где плохо, кто же знает. Ну, спасибо, хоть не забывают, приглашают, вот на вечер, на встречи. Ребята. Вторая часть мероприятия прошла в районном Доме культуры. Торжественная часть включала в себе праздничный концерт и показательные выступления по рукопашному бою и посещение музея. Далее по программе участники мероприятий приняли участие в соревнованиях по пейнболу. Фанеля Баширова, Вильдан Алчинов, Руслами Монголов, служба новостей. Фанеля Баширова, Вильдан Алчинов, Руслами Монголов. 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 Баширова, Вильдан Алчинов, Руслами Монголов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...